Плановый прием в поликлиниках, округа и центральной районной больницы возобновлен. Об этом на оперативном совещании доложил главе главный врач ЦРБ Игорь Халястов. Игорь Николаевич, открытие медицинских учреждений влечет и ряд обязательств с учетом предшествующего коронавируса. Которые будут на входе в отделение, будем там, по самому режиму, выдерживать перед госпитализацией пациентов, которые имеют направление, имеют КТ, имеют мозол. И вот этот результат мозочка. Порой мы должны дожидаться в отделении, если он взял в экстренном порядке. Я уверен, что сейчас очень быстро мы вводим в ритм, но я его прошу вас очень внимательно отслеживать, учитывая, что заявления достаточно было большое количество. Кто-то ждал некоторых операций планово достаточно долго, поэтому будем смотреть и пытаться максимально реагировать на все эти обращения. О ситуации с COVID-19 на данное время рассказал Виктор Неволин. Эта статистика предоставлена Роспотребнадзором. У нас под наблюдением 37,6 человек, это минус 17, у нас наконец-то уже вторую или третью неделю идут минусовые данные. Выглянуто с положительным ковидом всего лишь два человека, ситуация заметно стабилизировалась и, в общем-то, большое количество выздоровевших. Я уверен, что все, что мы с вами делаем, все-таки принимая определенные меры безопасности, дает свой результат. Поэтому надеюсь, что со следующей недели цифры минусовые будут все больше и больше, и количество выздоровевших будет тоже достаточно большое. Другой темой оперативного совещания стал рейд по городу, который глава округа совершил 23 июня. Виктор Неволин отметил, такие обходы жители поддерживают. Безусловно, когда мы публикуем в социальных сетях подобные вещи, они обрастают как раз больше просьбами. Каждый из тех, кто это увидел, пытается пригласить нас в свой дом. А вы к нам зайдите, вы увидите, что там, а вы посмотрите туда. Это говорит о том, что глубок проблем, которые на сегодняшний день существуют, она достаточно большая. Глава округа подчеркнул, задачи перед всеми стоят общие. Надо слышать обращения людей и учитывать их. Это принципиальная позиция чуткой власти. Наверняка каждый из вас готов подтвердить, что люди, которые видят, что у соседей появилась детская площадка, совершенно не очень радуются той площадке. Им важно, что они будут видеть у себя во дворе, какие изменения проходят у них. Поэтому от этого нам не стоит расстраиваться. Это всегда было так, поэтому наша задача рассматривать вопрос при формировании планов, включать эти планы, меньше обещать. Почему? Потому что люди эти обещания помнят и напоминают их, и вы попадаете в негативную ситуацию, когда обещания не выполнены. А объяснить людям, что бюджет сетвестирован, и почему какой-то двор в Равенском важнее, чем двор.